Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, почему Иаков решил отделить Левия от Симеона и за что он проклял их единство В книге Бытия, 49 глава, 5 по 7 стих мы находим такие слова Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя Ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа Разделю их в Якове и рассею их в Израиле О чем это? Симеон – это воинственное начало в жизни народа Божия Левий – это священническое начало в жизни народа Божия И патриарх Иаков не одобряет Когда военно-политическая мощь соединяется именно со священническим началом И начинает спекулировать на нем Или когда священническое начало дома Левия соединяется с миром политики В нашей церкви еще при патриархии Алексеев II вели присягу Что когда священник дает именно ставленническую присягу Он отказывается принимать участие в любой политической деятельности В деятельности любой политической партии Почему? Потому что никогда более жестокие преступления не совершались Если не было вот этого замеса Военно-политической идеологии плюс религия Во имя этого замеса и ужаснейшие теракты На Ближнем Востоке Ужасные военные действия Крестовые походы И чего только не было И Бог не хочет Чтобы мир религий и мир политики объединялись Потому что у них практически нет общих задач Да, мы живем на одной земле Мы верующие православные христиане Хорошие граждане своей страны Мы соблюдаем законы этой страны Но если мы видим, что принимаются какие-то законы Которые входят в противоречие законам Божьим То мы оставляем за собой право Не соглашаться с этими законами Выступать против них И вот эта истина Черным по белому Записана в социальной концепции Русской православной церкви Московского патриархата А с чем это может быть прежде всего связано? Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 18 глава 36 стих Иисус отвечал Царство мое не от мира сего Если бы от мира сего было царство мое То служители мои подвязались бы за меня Чтобы я не был предан иудеями Но ныне царство мое не отсюда Здесь мы видим, что те задачи, которые ставятся Перед верующими в Иисуса Христа И мирские цели Которым стремятся политики Они явно расходятся Они явно не совпадают И есть две крайности В церковном существовании Одна крайность – это папизм То есть безусловная власть представителей церкви И другая проблема, значительно более худшая Цезаря-папизм Это когда власть Кесаря Цезаря ставят выше власти священства Итак, Христос говорит, что царство его не от мира сего А что же из себя представляет царство мира сего? Первое послание к Иоанну Вторая глава С 15 по 17 стих Мы находим такие слова Не любите мира Не того, что в мире Кто любит мир В том нет любви отчий Ибо все, что в мире Похоть плоти Похоть отчей И гордость житейская Не есть от отца Но от мира сего И мир проходит И похоть его А исполняющий волю Божью Пребывает в обек То есть тот, кто связывает себя с этим миром И преданно служит ему Он должен знать Что все материальные вещи Истлевают от употребления Что все это проходит А исполняющий волю Божью Пребывает в обек Потому что Волей Бога Солнце движется по небосводу Луна и звезды Выходят ночью На свою стражу Волей Господа Он повесил землю Ни на чем Как сказано в книге Праведного Иова Да, мы соблюдаем Светские законы Но только В том виде Когда они не противоречат Заповедям Бога Однажды святых апостолов Поставили перед Еврейским Синедрионом Сангидрином И им запретили Им запретили Учить об имени Иисуса Христа На что они ответили Мужи Рассудите Кого нам надо более слушаться Вас или Бога И церковь, отвечая на этот вопрос Всегда избирает Волю Бога И осознаем мы это или нет Но когда мы читаем Молитву Господню В течение дня И произносим слова Да будет Воля Твоя Да придет Царствие Твое Яко На небеси И на земли Осознаем мы это или нет Мы просим Бога Чтобы рано или поздно Все формы Человеческого правления Прекратили существование И принципы теократии Воцарились бы Как на небе Так и на земле Истолковые слова Молитвы Господней Чтобы Царствие Божие Осуществилось Яко На небеси И на земли Святитель Филарет Дроздов Задается вопросом А как На небеси И сам отвечает На этот вопрос На небеси Мятеж Против Бога И его теократических Принципов Подавлен Силы зла Сброшены с неба В пространство Между Небом И землею И когда мы просим Чтобы было И на земле Как на небе Мы просим Чтобы рано или поздно Воля Творца Она Осуществилась бы В полной мере И На земле На земли Яко На небеси Псалмопевец Давид Восклицает Перестаньте Вы надеяться На князей На сынов Человеческих В них нету Спасения А пророк Исаия Восклицает Перестаньте Вы надеяться На человека Дыхание Которого В ноздрях Его Иаков Патриарх Проклинает Единство Между Симеоном И Левием Он Проклинает Это Единство Между Миром Политики И Миром Религии Потому Что Цели И задачи Особенно Средства Которые Используют Мир Политики И Религиозные Люди Все это Очень Разница Как минимум Все это Должно Не совпадать И если В мире Действительно Цель Оправдывает Средства И мы Видим Точнее Видели Как в нашей Стране Во имя Построения Светлого Будущего Сколько Людей Было Уничтожено Расстреляно Сколько Храмов Было Разрушено В христианстве Цель Не оправдывает Средства Средства Напротив Средства Показывают То ли мы Приближаемся К нашей Цели К Богу То ли Бесконечно Удаляемся От Него Как и сказано В 13 главе Первого послания К Коринфянам Имеешь Всю веру И все Познание А любви Не имеешь Нет Тебе В том Никакой Пользы Иаков Говорит Проклят Гнев Их Ибо Жесток И ярость Их Ибо Свирепа Рассею Их В Израиле Необходимость Отделения Церкви От мира Политики Это Та стратегия Которая Понятна Нашей Церкви Русской Православной Церкви Московского Патриархата Поэтому Не случайно Когда священник Дает Ставленническую Присягу Он Отказывается От любой Политической Деятельности Потому что Он должен быть Священником Для каждого Человека Независимо От его Партийной Принадлежности А если Священнослужители Начинают Блокироваться С оппозицией Или С партией Власти А где Будут Тогда Каяться Исповедоваться Другие Люди И то И то Совершенно Недопустимо Симеон И Левий Братья Орудие Жестокости Мечи Их Совет Их Да не Внедит Душа Моя И к Собранию Их Да Не Приобщится Слава Моя Ибо Поистине Царство Бога Не От Мира Всего И Царствие Божие Оно Внутрь Нас Есть Берегите Себя Братья Сестры Подписывайтесь На Библейский Портал Экзеген Чтобы Вовремя Получать Информацию О Новых Беседах Спаси Христос Берегите 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 Берегите